Восстание 17.30. Время новостей. В эфире телеканала 24KZ. В студии работают Иван Тулинов и судоперевод от Виктории Антонишиной. Добрый вечер. В Кокшетау прошли массовые антитеррористические учения. Красный уровень угрозы, объявленный в период проведения мероприятия, снят. Основная цель – обеспечить постоянную готовность силы и средств к проведению спецоперации. Также силовики намерены повысить межведомственное взаимодействие и отработать алгоритм работы при реагировании на подобные угрозы. Оперативно-тактические учения прошли и в октябре. По легенде, в местную полицейскую службу поступило сообщение о нападении вооруженной группы. Спецотряд вышел на след автомобиля, на котором передвигались преступники. Загородив в дорогу машине, полицейские задержали и обезвредили их. Это был очередной сценарий тактических учений областного ДВД. Отныне подобные мероприятия будут проводить на постоянной основе, чтобы показать на практике новобранцам дорожной патрульной полиции тактику ведения задержаний. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности граждан и готовности наших сотрудников к действиям при различных ситуациях. Отмечены сотрудники образцов, выполняющие свои служебные обязанности, определенные задачи, требующие немедленного решения. К другим темам. Что мешает жамблыхским садоводам развиваться? Депутат-мужилиса Женат Омарбекова попыталась разобраться в этом вопросе. Она встретилась с фермерами Меркенского района. Как выяснилось, развитие плодово-ягодных хозяйств тормозят две проблемы – инфицированные вирусами заграничной яблони и нерешенный вопрос субсидирования. Решение первой задачи меркенцы предложили сами. Вместо того, чтобы завозить из-за рубежа больные деревья, нужно высаживать собственные. Более предприимчивые садоводы уже так и поступают. Чистые от вирусов саженцы они выращивают и продают соседним хозяйствам. А вот субсидирование плодовых культур должно стать предметом внимания местных властей, пояснила депутат. Бахчеводы Тарановского района Костанайской области закрывают потребность односельчан в овощной продукции на 100%. Излишки продают в соседние районы и отправляют на рынки трех городов. В этом году местные поливоды удивляют хорошим урожаем и желтыми арбузами. Чем они отличаются от красных, узнала Наталья Строкова. В хозяйстве Виктора Цоя арбуз – ведущая культура. Она занимает 9 гектаров. Выращивают несколько сортов. В прошлом году решились на эксперимент. Посадили небольшой участок желтого дракона. В этом ягоду нетрадиционного цвета поставили на поток. По всей области, конечно, только здесь у нас желтый арбуз. Некоторые шарахаются. Но когда они попробуют, то сладости отменные. Ничем не уступают, даже, может быть, превосходят вкус красного арбуза. Эверест Ким – бахчевод с 30-летним стажем. Все поля на капельном орошении. Занимаются в хозяйстве овощами и арбузами. Их с гектара получают до 60 тонн. Климат северного региона в этом не помеха. Все культуры, за исключением моркови, здесь высаживают рассадой. Посадная площадь у нас где-то 24 гектара. Из них мы четвертую часть высадили бахчевые. Природные условия, я скажу, по весне были довольно-таки тяжелые. Заехали после 8 марта. И поэтому была зима, сугорубы. Мы преодолели вот эти климатические трудности. В Тарановском районе работают 20 овощеводческих хозяйств. Осенью в них планируют собрать около 12 тысяч тонн продукции. Этого достаточно, чтобы накормить весь район. Картофель на 300 гектарах, овощи на 130 гектарах и бахчевые выращиваем 46 гектар. Вот эта площадь как раз позволяет нам полностью на 100% закрыть население района овощной продукцией. Тарановские овощеводы снабжают не только жителей района. Излишки продукции расходятся по области. Многообразие ранних, средних и поздних по спелости сортов позволяет поставлять на рынок свежий товар круглый год. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, 24КИЗ. А в Актюбинской области в этом году впервые начали выращивать бобовые культуры. В Козелжарском сельском округе Хобнинского района на 7 гектарах засели горох и фасоль. И хотя сухой климат региона не очень подходит для таких культур, эксперимент можно считать удачным. Фермеры прогнозируют урожайность на уровне 20 сантиметров с гектара. Здесь на 5 гектарах спеет фасоль, рядом на 2 гектарах растет горох. Культуры, по словам фермеров, весьма капризны и требующие особого ухода. В настоящее время на поле трудятся 5 человек. В их обязанности входит уничтожение сорняков и регулярный полив. Воду насосом качают с ближайшей речки. Семена приобретали в соседней стране, специальные, устойчивые к сухому климату. Семена привез из Узбекистана, 10 тонн взял. Все, что засеяли, все выросло, принялось. Единственная проблема с водой. Будет больше воды, увеличим площадь посевов. Помочь с решением проблемы воды пообещали местные власти. Уже на следующий год у фермеров в планах расширить посевы. Основную часть урожая этого года оставят на семена. Их покупка составляет львиную часть расходов. После расширения площадей настанет очередь выхода на рынок. В спросе здесь не сомневаются. И фасоль, и горох обладают целой массой полезных свойств. Усиливают иммунную систему и очищают организм. Теперь выращение бобовых в районе в числе приоритетных. В следующем году мы планируем увеличить площадь посева бобовых до 200 гектаров. Из бюджета предусмотрены субсидии для желающих этим заняться. Будем помогать с прокладкой электричества и установкой водяных насосов. В настоящее время уже готовится ряд проектов. В этом году в Ховдинском районе под сельскохозяйственные нужды отдали 25 тысяч гектаров. Из них 8 тысяч под пшеницу. На полях уже приступили к уборке урожая. Зерно с первых 400 гектаров уже завезено в хранилище. Если не подведет погода, закончить уборку планируют в намеченные сроки. Сабина Сексимбаева, Аксуле Байминшина, Айнидин Молдобеков, Актюбинская область, 24 КИЗ. Объекты будущей универсиады Валматы почти готовы к сдаче. В этом лично убедилась заместитель премьер-министра Даригана Зарбаева. Два суперсовременных ледовых дворца станут главными аренами престижного международного спортивного события. В Большом Ледовом вместимостью 12 тысяч зрителей Даригана Зарбаева провела выездное заседание Оргкомитета. Она отметила, возведение таких спортивных объектов оживит два развивающихся района Алматы. Зимние студенческие игры нужно провести на высшем уровне, но важно и то, что построенные объекты станут хорошим вложением для решения социальных вопросов. Уже сейчас они дали городу более 4 тысяч рабочих мест, а атлетическая деревня со всей инфраструктурой, включая новый театр, станет жилым микрорайоном для тех, кто дожидается своей очереди на квартиру. Мы напоминаем Акиматам, чтобы они на местах уделяли очень большое внимание строительству спортивной инфраструктуры, дворовые группы, детско-юношеские спортивные школы, спортивные залы в школах, оснащение этих спортивных залов, особенно спорт на семье. Строительство уличных тренажеров сейчас очень модное направление. В принципе, если Акимат за это возьмутся, поговорят со спонсорами, я думаю, что в ближайшие 20-х годах мы можем эту проблему нехватывать. Структуру, в принципе, закрыть. В Астане соревнуются непрофессиональные спортсмены. Участники вторых по счету соревнований по функциональному многоборью кроссфит – офисные служащие, работники различных предприятий столицы. Первый турнир состоялся в прошлом году в Алматы на территории комплекса «Медео». На этот раз в состязаниях участвуют шесть команд, по шесть человек в каждой. Игры состоят из трех этапов – гребля, перенесения мешков с песком на тележке, а также эстафета. Все эти упражнения участники должны сделать за минимальное время и без ошибок. Команду победителя определяют по сумме очков трех упражнений. Призовой фонд составляет более миллиона тенге. Организаторы надеются, что с развитием и ростом популярности кроссфита состязания поднимутся на уровень чемпионата. В целом комплексы, конечно, не такие сложные, но чтобы их выполнять быстро и в высоком темпе, нужно очень много тренироваться и больше в мастерствах. Нужно готовиться, естественно. Они с виду для ребят, которые могут заниматься теми или иными спортом, могут показаться не такими сложными, но когда вы их начинаете делать на одном дыхании, продолжительное время, вы понимаете, что это не так просто. Поэтому нужно быть готовым. На аукционе в США выставили на продажу чемпионский пояс легендарного боксера Мухаммеда Али. Организаторы надеются выручить не менее 600 тысяч долларов. Также с молотка уйдут и другие предметы, принадлежавшие или связанные с карьерой чемпиона. Например, боксерские трусы со знаменитого боя между Али и Джорджем Форменом в 74-м, а также письмо боксера, в котором урожденный Кассиус Клей рассказал, почему он решил принять ислам и сменить имя. Аукцион пройдет 10 сентября. Всего на нем будут представлены 79 лотов. Напомню, Мухаммед Али скончался в этом году 3 июня на 75-м году жизни. Более 30 лет он страдал от болезни Паркинсона. В 99-м его признали спортсменом пека. Письмо Али – не просто спортивный артефакт. Это часть нашей истории. Он был известным бойцом, но его заявление о смене имени и религии сделало Али одним из символов борьбы за гражданские права в 60-х годах прошлого века. На этом все. До встречи в следующем часе. Субтитры создавал DimaTorzok